Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. И сегодня мы бы хотели с вами поговорить в этом диалоге о таких вещах, как патриотизм, непатриотизм, что-то российское, что-то антироссийское, русофобия, русофилия и так далее. Обо всех этих вещах. В последнее время мы с Юлей иногда слышим подобные фразы. Например, Юрий Дудь и Екатерина Шульман — это антироссийская пропаганда. Или оппозиция в России — это русофобы, они против России. Или ты выступаешь против войны, значит, ты не патриот. Родина дала тебе всё — бесплатное образование, бесплатную медицину, а ты неблагодарный человек. Ты не поддерживаешь Россию. А если ты уехал из России сейчас, то ты вообще дезертир, предатель и русофоб. Да. Вот какие-то такие примерно фразы, изречения встречаются сейчас. Иногда. Слава Богу, иногда. И мне кажется, эти изречения дают понять, что человек как будто не совсем понимает, что именно он хочет сказать. Мне кажется, это более эмоциональные фразы. Как будто бы всё смешалось, и понятия и определение этих понятий перепутались между собой. И действительно, ну, как будто бы не хватает какой-то логики и структуры во всём этом. Да. Я взял всю суть этих фраз и я разделил их на четыре части. У меня получилось четыре таких высказывания или вопроса. Вот сейчас я хочу поподробнее на каждом остановиться и высказать то, что я думаю... Юля, выскажи, что она думает. Может быть, кому-то это поможет, не знаю, получше понять себя, свою позицию. Ну и для всех остальных это будет практика аудирования. В любом случае. Да. В любом случае. Итак, первый момент. Вопрос. Можно ли любить Россию, не поддерживая текущую власть? Можно ли любить поддерживать Россию, Родину, но не поддерживать текущую власть? Юля, что ты думаешь об этом? Конечно, можно. Потому что Россия не равно власть. Никакая власть. Ни текущая, ни предыдущая, ни будущее. Мне кажется, что это жуткое упрощение. Говорить, что вся Россия сводится только к тому, какие решения принимает там власть и то, как там построено государство. Поэтому можно... Я люблю Россию, я не поддерживаю власть. А кто-то из классиков вообще говорил, что я люблю свою страну, но ненавижу государство. Да. То есть, нужно разделять эти вещи. И правительство далеко не всегда отражает интересы людей. Если у тебя в стране нет ни выборов, ни свободы слова, никакой оппозиции, а сейчас вообще идеология зажата вот так вот, у тебя нет вообще никаких маневров. То есть, твое правительство не может отражать мнение людей. Оно может лишь навязывать, пропагандировать свою точку зрения. Абсолютно так. Потому что, если ты не выбираешь правительство, соответственно, они не представляют твою точку зрения. Это правда. Что ты думаешь о том, что Юрий Дудь, например, это антироссийская пропаганда? Такое... Окей, я допускаю, что такое можно услышать от людей более старшего поколения в России, но некоторые молодые люди в России тоже изрекают такие фразы. Как ты думаешь, как ты можешь это прокомментировать? Я хочу прокомментировать это так, что я абсолютно с этим не согласна. Юрий Дудь, да, журналист и ведущий шоу в Дудь на ютубе. Я бы вообще сказала, что Юрий Дудь это патриот в здоровом смысле этого слова. Потому что весь его контент на канале это что-то про Россию, показывающее то, какие классные люди есть в России, какие интересные проекты они делают, какие есть необычные уголки в России. Например, видео его про Камчатку, да, его видео про социально значимые проекты. Мне кажется, что он как раз показывает то, какая Россия разная и то, насколько в ней много всего хорошего. Он, безусловно, не поддерживает текущую ситуацию, текущую власть, но при этом он показывает на большую аудиторию, сколько всего классного, хорошего, светлого в России. Да, то есть критиковать власть, критиковать какие-то моменты в России не значит быть русофобом, не значит вести антироссийскую пропаганду. Почему-то такая концепция закреплена в умах у какой-то части населения в России и мне от этого грустно. Не поддерживаешь власть, значит не поддерживаешь Путина. Но это что-то про сакральность власти, да? Да, но мы поговорим об этом в следующем пункте. Давай еще такой вопрос тебе задам в рамках этого вопроса. Значит ли, если человек не поддерживает текущую власть, значит ли это, что человек поддерживает западную политику, западную идеологию, западные ценности и что угодно? Это очень странно для меня звучит, потому что критиковать, да, не поддерживать текущую власть в России автоматически не означает поддерживать Запад. Можно поддерживать Восток, можно не поддерживать Восток, можно поддерживать Запад, можно не поддерживать Запад. В конце концов, ты можешь считать что-то хорошим в политике в России, что-то хорошим в политике Запада, но что-то считать неподходящим, да? Что-то, что там требует исправления. Почему нужно выбирать, да? Почему только А или только Б? Мне кажется, это тоже что-то из серии российской пропаганды, когда... и вообще пропаганды, не только российской, когда тебе дают две точки зрения, типа... Правильные и неправильные. Да, мы сейчас были в кафе, покупали кофе и нас спросили, о, а вы откуда? Из России? О, Зеленский или Путин? Ха-ха-ха-ха. То есть, это показывает, как будто, что у тебя есть два варианта, Россия или НАТО, Зеленский или Путин. Но это абсурд. Это абсурд. Абсурд. Окей. То есть, мы подходим ко второму вопросу, ко второй части. Если ты против войны, значит, ты против России? Это верно или это неверно? Это оскорбительно. Потому что те, кто говорят, что если ты не поддерживаешь войну, значит, ты не поддерживаешь Россию, как будто бы автоматически сводят Россию к войне. То есть, Россия равно война. И разве это патриотично? Мне кажется, вот это по-настоящему русофобия. Потому что Россия — это огромная страна, где много хороших людей, много всяких интересных проектов, да. Много, ну, совершенно разных вещей. И говорить, и я могу поддерживать их. Но, естественно, я не поддерживаю войну. Я против войны. Любой войны, да. С Россией, с Украиной и где угодно еще. Поэтому, ну, нет, для меня, если ты поддерживаешь Россию, автоматически ты не должен поддерживать войну. Да. Это что-то очень разное. Опять же, здесь нужно задуматься о том, что такое Россия. Что такое Россия для тебя? Потому что, если ты говоришь, что ты не поддерживаешь войну, значит, ты против России, значит, для тебя Россия — это война. Или, как минимум, Россия — это те, кто начали эту войну. Мне кажется, нужно... должно быть какое-то понимание, что такое Россия. Для меня Россия — это люди. Для меня Россия — это грандиозная культура. Для меня Россия — это тот потенциал людей, молодых людей, которые могли бы и могут, и я надеюсь, сделают это, построят какое-то новое, интересное, хорошее общество, используя и какие-то традиции, и ту культуру, на которой мы стоим, но и не будут забывать про современный мир. Конечно. Хорошо, третий вопрос. Это утверждение даже, а не вопрос. Россия дала тебе бесплатное образование, медицину, а ты сейчас выступаешь против России. Ты не патриот. Ну, во-первых, да, выступаешь против России. Возвращает нас к предыдущему пункту, что против России мы не выступаем, выступаем против войны. Не надо делать эти понятия Россия и война, или Россия и власть дождественными. И когда мы говорим, что государство России дало тебе бесплатное образование, представляется, как будто сидит где-то президент и, не знаю, там депутаты, и из своих кошельков достают деньги, которые они где-то заработали, и такие — это на образование, а это на медицину. Но это же не так. Бесплатное образование, бесплатная медицина — не бесплатные. Они оплачиваются из бюджета, из налогов. Да, мы все платим. То есть, здесь эта фраза показывает отношение людей к медицине, к государству, к государству в первую очередь, как действительно к чему-то сакральному. То есть, как к чему-то, что дает тебе благо какие-то, да? Хотя на самом деле можно вспомнить теорию общественного договора, как одной из теорий происхождения государства. Люди, ну, по сути, очень грубо договорились с тем, что будет власть, будут лица, которые осуществляют эту власть, а люди из налогов будут платить всем этим людям — чиновникам, президенту, депутатам. Они же зарабатывают только из бюджета. Конечно. А за это люди будут получать безопасность, какие-то социальные гарантии. То есть, это так работает, а не то, что кто-то сверху что-то там посыпал. Это так работает в некоторых странах. Но в некоторых странах, например, в России, мне кажется, это еще все тянется со времен Византии, Москва-Третий Рим, такая монархия, власть в одних руках, иерархия. Может быть, еще даже и татаро-монгольская ига здесь тоже явно причастна со своей иерархией, когда один человек с помощью силы, с помощью давления, он держит всю власть. И поэтому у всех отношение к власти как к чему-то святому, как к чему-то сакральному, что вы даете нам образование, поэтому я должен сделать что-то. Не знаю, моя страна меня кормит, что-то мне дает, и я должен, а я отдаю ей долг, я иду в армию. Идти в армию, чтобы отдать долг. То есть, у тебя уже ты рождаешься с долгом. Это вот надо подумать о том, близка ли вам, вам может быть близка эта концепция. По моему мнению, государство должно функционировать совершенно по-другому. Я не хочу, чтобы это было нечто, чему я поклоняюсь, и что это нечто что-то дает мне. Мне не нравится такая иерархия. Мне тоже не нравится такая иерархия. Да, поэтому надо понимать, что никто не дал тебе бесплатное образование и медицину. Да, за образование я там платил, да, моя семья платила. Плюс учителя министерства образования получают деньги из бюджета, газ, нефть и так далее, что принадлежит всем. Поэтому это очень странный подход. И мне интересно, если вы из какой-то другой страны, там, Америки, например, напишите, может ли в вашем обществе возникнуть у кого-то такой вопрос. А почему ты против? Америка дала тебе все, ты должен отдать ей долг. Есть ли такая вот риторика? Риторика. Да. Окей. Четвертый момент. Это если ты уехал из России, значит ты продал родину. Значит ты предатель. Сейчас уехал или вообще уехал? Ну, вообще. Не важно. Просто сейчас это очень... Сейчас это время, оно обнажило все то, что есть. То есть, оно сделало более ярким все краски. Все, что раньше было таким тусклым, сейчас стало ярким. Что раньше было таким непонятным, черным или коричневым, сейчас черным. Мне кажется, проблема не в том, что сейчас происходит, а в том, в том, что это как лакмусовая бумажка. Она показывает отношение реальное многих людей к разным вещам. Поэтому, Юля, что ты думаешь по поводу вот этой фразы? Если ты уехал, значит ты продал родину. Ну, во-первых, я считаю, что есть миллионы причин, по которым люди живут в других странах. И в целом у меня всегда вызывала прям дрожь фраза, где родился, там и пригодился. Просто что... Но даже мы не берем ситуацию с отъездом сейчас. Да, сейчас есть причины, связанные с работой, есть политические причины. Но до этого люди уезжали, потому что они хотели поучиться в другой стране, посмотреть другие страны, поработать. Получить опыт жизни в другой стране. Получить опыт жизни в другой стране. Я, в принципе, ну, я очень выступаю за разные международные, международные отношения, за то, чтобы люди видели, как люди живут в других странах. Потому что это очень сильно расширяет твой кругозор. И более того, если ты поехал куда-то, пожил где-то и потом вернулся, ты приносишь этот опыт с собой. Ну, в частности, в Китае. И у меня была возможность там остаться. Но 4 года назад я сознательно вернулась в Россию. Потому что я поняла, что я набрала разного интересного опыта. Мне хочется им делиться. И мне хочется им делиться в образовании в России. Мне кажется, что это, наоборот, классно, когда получается получить другой опыт. Конечно. Это классно, когда человек был в другой стране и вернулся в свою страну уже осознанно. Осознанно. Не просто он здесь родился, он здесь живет. Потому что где родился, там и пригодился. Это как бы показывает твою несознательность. Это показывает, по сути, скудность ума. Многие люди не имеют возможности вообще выезжать за границу, да, в России. Очень многие не были нигде. Поэтому такое количество стереотипов о том, что происходит за границей. Ты же там не был, ты же не видел. Мне кажется, что это все тянется еще из СССР. Потому что в СССР это была лучшая страна в мире. И если кто-то уехал из нее, он точно предатель. А он уехал и обнаружил, что не лучшая, да? Да. То есть, как ты мог уехать из лучшей страны в мире? Ты предатель. Да. И это до сих пор еще сидит в головах у многих людей, даже если они этого не понимают, мне кажется. Мне кажется, что надо подумать о том, что когда ты уехал в другую страну, ты для людей, которые с тобой в другой стране будут общаться, представитель России. Представитель русской культуры, да. Да. Они, может быть, никогда в жизни не поедут в Россию. Они, может быть, мало что-то знают про эту страну, если вы далеко уедете, да, от России. И они будут судить о России по тебе. То есть, ты представитель. Точно так же, как многие известные российские писатели жили за границей, но прославились как деятели русской культуры. Конечно. Многие, не знаю, Набоков, Солженицын, да куча было людей, кто уехал. Бродский. Да. И начал свою карьеру, скажем так, смог сказать больше там, чем здесь, и стал известный здесь. Да, но при этом весь мир их знает именно как представителей русской культуры. Да. Хорошо. Еще давай напоследок скажем, что вообще это такое лицемерие, когда у пресс-секретаря, значит, президента Дмитрия Пескова, когда у него дочь учится, по-моему, в Америке, да? Ну, у многих чиновников дети учатся за границей. У многих чиновников учатся все за границей. Их яхты находятся и виллы где-нибудь в Италии. И после этого они говорят про где родился, там и пригодился. То есть, ты как бы говоришь это здесь, но у тебя есть такое безопасное местечко где-то в Европе. И ты проводишь там много времени. Да. Как-то не очень принято на российские курорты ездить отдыхать у этих людей. Они тоже все летают там в Италии и так далее. И дома у них наверняка не просто ремонт, а евроремонт. Это лицемерие, это фальшь. Это лицемерие и фальшь. И двойные стандарты, но прям возведенные в степень. Да. Давайте, друзья, в заключении несколько тезисов, которые мне бы хотелось донести. Первое. Любовь к России или патриотизм не равно любовь к власти, любовь к правительству. Дальше. Нужно обязательно понимать, что для вас есть Россия. Для вас Россия это что? Это культура, это люди, это власть. Нужно вам это для себя сформулировать. Критиковать действие власти не означает быть русофобом. Так же, как и поддерживать власть или войну не означает быть русофилом. Что за русофил, который поддерживает вообще войну? Да. Ну, то есть, это что-то из 20 или даже 19 века. И вообще важно понимать те мысли, те идеи, те концепции, которые ты выражаешь с помощью своего языка. Что ты имеешь в виду, когда говоришь Россия? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь патриотизм? Да. Не нужно этих клише, этих стереотипов. Мне кажется, должно быть более что-то осознанное. Ты согласна? Да, я согласна, да. Сегодня очень холодный день, да, поэтому, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Пойдем пить еще что-то горячее. До встречи в следующем ролике. До новых встреч, спасибо. Пока.